Я попробую сфокусироваться на бремени онкозаболеваний в регионе Европы, Евросоюза и ВОЗ. И надо сказать, что я буду говорить о Сненном королевстве также и буду говорить о данных с 1991 года, когда мы начали собирать данные по 11 странам. На данный момент у нас достаточно большое количество данных собрано, и у нас много моментов, которые связаны не только с самой регистрацией, но также и с профилактикой онкозаболеваний. И надо сказать, что это 11 стран СИЗ и 28 стран Европейского региона. Вот это громадный регион, данные по которому мы собирали. Итак, я буду говорить прежде всего о бремени онкозаболеваний, буду говорить о профиле регистрации, буду говорить о регионе Европы и также других стран. То есть всего это 50 стран Тихоокеанского региона и региона Атлантики. Я буду говорить о бремени и сердечно-сосудистых заболеваниях, также буду говорить о летальности. Буду говорить о возрастной группе 30-69 лет. Итак, первое, с чего я хотела бы начать, это прежде всего об агентстве, которое занимается сбором данных и регистрацией данных по онкозаболеванию, также о эпидемиологии. Вот это доктор Вайтепасс. Вы, скорее всего, видели то видео, которое она представляла. И, как вы знаете, агентство ИАРК, это то, что существует уже с мая 1965 года, это специализированная организация, которая аффилирована к ВОЗ. И поскольку с момента ее открытия она занимается международным сотрудничеством в области исследований в области онкозаболеваний и также профилактикой онкозаболеваний. И на данный момент она координирует и развивает достаточно большое количество неокропроектов, в основном в области выявления онкозаболеваний, раннего выявления и также в области профилактики. Мы на данный момент собираем достаточно большое количество данных и также стараемся ее распространить в разные центры по всему миру. Это и идеология, и комплексные заболевания. Мы знаем, что все эти заболевания комплексные, поэтому их очень сложно изучать. И, безусловно, мы также ведем не только научные, но и образовательные программы для молодых врачей. Так как уже было сказано, мы автономное абсолютно агентство, при этом мы являемся подразделением ВОЗ. У нас есть также комплементарные взаимоотношения с другими организациями. Во-первых, мы работаем в области статистики и исследований в области онкозаболеваний. Мы очень надеемся, что ВОЗ может использовать наши данные для того, чтобы создавать политики, руководство по лечению и выявлению онкозаболеваний и для того, чтобы вести программы контроля и профилактики онкозаболеваний. Итак, если вы посмотрите на эту таблицу, то это как раз то, как выглядит наша работа по регистрации онкозаболеваний. Вот это наша секция. У нас очень много подразделений, очень много секций внутри этой организационной структуры. Вот мы прежде всего отвечаем не только за сбор данных, но и за распространение данных по онкозаболеваниям. И вот это наш персонал, это 20-25 человек приблизительно, которые работают постоянно, на постоянной основе. Вот это то, чем мы занимаемся. С самого начала открытия нашего агентства мы прежде всего стараемся работать в области регистрации и поддерживаем разнообразные регистры на национальном уровне. И сводим эти данные на международном уровне. У нас есть также секретариат, который занимается вот этими регистрами. И в последние годы мы также стараемся внести дальнейшие изменения в популяционные регистры на уровне каждых стран. И мы также занимаемся глобальной инициативой. И Ариана будет говорить об этом несколько более подробно. Она будет говорить о том, что происходило, что и как развивалась эта часть нашей работы в исторической перспективе. И будет также говорить о том, как это все выглядит на территории бывшего СССР. И, как я уже говорил, мы также занимаемся тем, что мы разрабатываем глобальные, так скажем, индикаторы, показатели для выявления онкозаболеваний. И это, на самом деле, очень серьезная и очень большая работа, которая, прежде всего, соотносится с целями устойчивого развития ООН. И надо сказать, что сегодня мы достаточно много делаем в области устойчивого развития. Мы работаем с сбором данных. И мы, прежде всего, работаем с целями на 2030 до 2030 года. И здесь вы видите, что мы занимаемся не только регистрацией данных, но мы также сводим данные воедино, которые были собраны в разных регистрах по всему миру. И я буду говорить о времени теперь. Это один из тех моментов, которые мы стараемся оценить в рамках наших исследований, наших проектах. Мы, прежде всего, основываемся на записанной информации. Мы работаем с регистрами, которые мы получаем из разных организаций, агентств и национальных регистров. Мы работаем со всеми пятью континентами для того, чтобы получить адекватные данные. Мы работаем очень много в области оценки выживаемости от разных онкозаболеваний. И вот если мы с вами посмотрим на эту таблицу, то вы видите, что у нас есть определенные меры противодействия онкозаболеваниям и палиативной медицины также. И мы все здесь видим, мы работаем с разными центрами, опять-таки, для того, чтобы оценить выживаемость и факторы риска на популяционном уровне. Мы также оцениваем летальность, ведем отдельный регистр по летальности от разных заболеваний. Также Дейли оцениваем и оцениваем экономическое бремя от онкозаболеваний в разных странах и регионах мира. Мы, прежде всего, это оцениваем не только на таком параметре, как Дейли, но также оцениваем ВВП и бремя онкозаболеваний на ВВП страны. То, что касается онкозаболеваний на всех пяти континентах, это отдельный проект, и Ариана будет говорить отдельно о странах бывшего СССР. Надо сказать, что здесь у нас данные представлены с 1966 года и по 2013. Вы видите, что здесь были разнообразные абсолютно регистры. На данный момент мы имеем данные по 65 странам, и всего регистров 343, и популяционных регистров, которые мы включаем в этот единый регистр, 465. Вы видите, какое большое количество данных мы собираем. Вот это карта, которая показывает популяционные регистры, которые ведутся на момент 2018 года. Надо сказать, что у нас здесь онкозаболевания в разных странах изучаются, абсолютно в разных странах мира. И на данный момент вы видите, что регистрация онкозаболеваний была в значительной степени усовершенствована во многих регионах мира, таких как Африканский регион, Азиатский регион. И мы продолжаем улучшать эту регистрационную деятельность в большинстве стран. Есть, конечно же, страны и регионы, в которых мы не получаем никакой информации, по которым у нас нет никакой информации, но их становится все меньше и меньше. Вот это инцидентность или встречаемость на момент 2018 года. Здесь вы видите как раз иерархию разнообразных стран мира и как раз те страны, которые могут представлять нам данные в такой прозрачной манере, в абсолютно прозрачные данные имеют. Вот это еще один регистр, который оценивает не только выживаемость, но также и разнообразные аспекты заболеваемости. Вот это еще один регистр, который называется Cancer Today. Это регистр, который также включает в себя подходы к терапии. И вот это регистр, который позволяет нам оценить также бремя от тонко заболеваний. Опять-таки я все показываю, все данные на момент 2018 года. Здесь вы видите, вот здесь наша оценка на момент 2018 года. И я надеюсь, что мы с вами вернемся, когда мы будем, вернемся к этой информации, когда мы будем выступать, слушать выступления от ВОЗ. Вот здесь у нас топ-5 основных онкозаболеваний. Вы видите здесь данные, которые представлены по летальности и по встречаемости этих заболеваний за 5-летний период. Это тоже та информация, которую мы имеем сейчас возможность получить при помощи наших регистров. И вот эти как раз 5 основных онкозаболеваний, они также оцениваются по разнообразным регионам. Вы видите, что их встречаемость достигает 50%. Это такие типы онкозаболеваний, как рак легких, РМЖ, колоректальный рак, рак предстательной железы, рак желудка. И здесь вы также видите эпидемиологию и также разнообразные эпидемиологические данные, которые также включают онкозаболевания в себя, типы онкозаболеваний и оценивают также высокий или низкий уровень, также продолжительные жизни они оценивают и они оценивают также выживаемость. Здесь вы видите данные, которые собраны. И здесь у нас есть тип онкозаболеваний, такие как, например, цервикальный рак и РМЖ, колоректальный рак, РМЖ, рак предстательной железы. Абсолютно все эти типы рака оцениваются по приросту в разных регионах мира. Вы видите эти данные, представленные на карте цветовым кодом. И здесь также есть типы рака, которые связаны с инфекционными заболеваниями, такие как разжелудка, например, и цервикальный рак. И это все также оценивается. Давайте теперь немножечко поговорим о глобальном времени онкозаболеваний. Это и также наши данные по работе в области онконадзора. Вот это регион БАЗ. Здесь больше 9 миллионов людей проживает. И вот, посмотрите, мы также оцениваем разнообразные маркеры онкозаболеваний. Здесь очень высокие маркеры, такие как в Молдове, например. Достаточно высокое бремя. И здесь достаточно большая вариабельность, как вы видите. Очень высокие уровни, например, в отдельных странах. И, например, они относятся к европейскому региону, эти страны. И если мы с вами посмотрим на общее бремя онкозаболеваний на момент 2018 года, вот эта летальность и распространенность. Вот здесь оценки ВОЗ по данным региональных офисов ВОЗ. И здесь вы видите достаточно большое количество. Достаточно высокое бремя по данным европейских агентств. И летальность достаточно высокая. И надо сказать, что она не является непропорциональной к цифрам по населению. Потому что, как я уже говорил, здесь 9,6 миллионов смертей. Это 22 приблизительно процента населения, которое умирает от рака. Действительно, это очень высокое, очень высокое бремя. То есть это уже непропорциональное бремя в зоне европейского региона. Вот здесь опять профиль по основным пяти онкозаболеваниям, которые наличествуют в зоне ВОЗ евро. И здесь вы видите колоректальный рак. И летальность достаточно высокая. Опять-таки, от рака легких у нас. Рак легких выходит на первые, на передовые позиции. И 51 процент фактически у нас летальность от этих пяти основных онкозаболеваний. Колоректальный рак также является очень серьезным маркером летальности. И, по большому счету, это огромное бремя. И очень... И вот представьте себе, что есть и другие онкозаболевания, такие как рак поджелудочной железы. Здесь есть некоторые улучшения, потому что есть, например, улучшения по лечению колоректального рака. И летальность. На данный момент цифры по летальности изменились в последние годы. Но при этом рак легких и колоректальный рак все еще показывают очень высокие цифры по летальности, приводя к очень высокому бремени экономическому и социальному. И также очень высокое бремя от рака желудка. Но при этом мы должны учитывать разную идеологию. Давайте посмотрим на регион, о котором я говорила. У нас здесь 11 независимых стран бывшего советского региона. Это Казахстан, Молдавия, Украина, Турмекистан, Узбекистан, Украина, Узбекистан. То есть это 11 разнообразных стран. У них есть некоторые схожие параметры, если мы с вами посмотрим на летальность. То, что касается рака легких, то это очень высокое бремя, приблизительно достигающее 25% в регионе бывшего СССР. Помечено голубым цветом на слайде. Достаточно высокое бремя также в зоне Европейского Союза. Это в 28 стран. И то, что касается рака предстательной железы, также очень высокое бремя. Есть определенная разница, есть различия. Но, тем не менее, если мы с вами посмотрим на гендерные различия в летальности, то здесь у нас несколько больше разностей в бремени. Среди мужчин рак легкого гораздо более высокое бремя показывает. А среди женщин у нас делится приблизительно пополам. Это РФЖ и колоректальный рак также очень высокое бремя. И если мы с вами посмотрим и сравним летальность среди женщин в европейском регионе и странах СНГ, то вот посмотрите, летальность от рака легкого здесь у нас будет сильно отличаться, и бремя будет сильно отличаться между этими двумя типами стран, в зависимости от того, где мы находимся с точки зрения эпидемии табакокурения. Очень много от этого зависит. Если мы с вами посмотрим на влияние табакокурения на заболеваемый с раком легкого, то по всему миру мы видим, в общем-то, одинаковую ситуацию, за исключением нескольких только стран, где у нас низкое бремя от рака легкого. Это Казахстан, например, там на передовые позиции у нас выходит рак предстательной железы и колоректальный рак. И, тем не менее, европейский регион, вы видите, среди женщин очень высокая заболеваемость. РМЖ будет первичным в многих регионах Европейского Союза. И в странах Северной Европы женщины курят чаще, и поэтому здесь у нас будет несколько выше бремя, опять-таки, от рака легкого. Цервикальный рак в этой ситуации будет также соперничать, так скажем, с раком легкого. И если вы посмотрите на пять основных причин летальности в возрастной группе между 30 и 69 годами жизни в Европейском регионе, вот вы видите, это оценивалось в рамках проекта «Устойчивые цели развития 2030». Вы видите, что здесь сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные новообразования не являются самыми основными причинами летальности этой возрастной группы. Это приблизительно две трети всех летальных исходов, все летальности, так скажем, будут подпадать под эти две категории. Вы знаете прекрасно, что вы видите, что это 75% фактически всех смертей будут подпадать под эти две. А если мы с вами сравним эту ситуацию со странами СНГ, то здесь вы видите основные причины смерти в... Это приблизительно 40-25% это злокачественные новообразования и сердечно-сосудистые заболевания, это приблизительно 40%. Но сердечно-сосудистые заболевания, они все-таки опережают по времени онкологические заболевания. Если мы посмотрим на основные причины преждевременной смерти в этом столетии, то самое первое это сердечно-сосудистые заболевания. Вот посмотрите, Восток и Запад очень серьезно отличаются здесь. И 28 стран европейского региона, они у нас находятся к Западу, и страны сердечно-сосудистые заболевания, страны СНГ, это, собственно говоря, голубым цветом окрашены. Это означает, что все-таки остается основной причиной преждевременной смерти сердечно-сосудистые заболевания и онкозаболевания все-таки к Западу. И на данный момент эта ситуация меняется, и я думаю, что сердечно-сосудистые заболевания в последующие годы все-таки уступят свою лидирующую позицию онкозаболеваниям. Вот посмотрите ситуацию по Дании, здесь, это страна северно-европейского региона, вот количество сердечно-сосудистых заболеваний гораздо ниже по сравнению с онкозаболеванием, а в Турции ситуация выглядит несколько по-другому, сердечно-сосудистые заболевания гораздо больше. Если вы посмотрите на Туркменистан, то в этом случае у нас достаточно низкое количество онкозаболеваний, это 18% и больше, приблизительно 50% причин преждевременной смерти подпадает после речесосудистых заболеваний. То есть очень большая вариабельность в странах СНГ и Европейского региона. Если мы с вами посмотрим на основные причины преждевременной смерти за 2000 год, если вы посмотрите на левую часть этого слайда, то это 11 стран СИС или СНГ, и посмотрите количество, так скажем, сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь, конечно же, есть вариабельность. Армения, например, у них очень низкая заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями, а онкозаболевания у них несколько выше. Если вы посмотрите на страны европейского региона, это только выборочная, так скажем, небольшая выборка стран европейского региона из 28, их тоже здесь приблизительно 10. Но вот посмотрите, здесь у нас сердечно-сосудистые заболевания и онкозаболевания находятся фактически на одной линии, то есть здесь у нас нет большой вариабельности, большой разницы в цифрах заболеваемости. Вот здесь у нас 2016 год, посмотрите, вот эти красные точки, это сердечно-сосудистые заболевания. Вы можете хорошо увидеть, что здесь у нас есть серьезное значимое снижение сердечно-сосудистых заболеваний на этот год. То есть фактически за 16 лет у нас серьезно нам удалось снизить бремя от сердечно-сосудистых заболеваний в большинстве стран СНГ. То есть, скорее всего, это также связано со стабильностью, более стабильной жизнью в этом регионе. И, так скажем, онкозаболевания, они продолжают также падать. И по большому счету мы очень надеемся, что эта тенденция будет продолжаться и в дальнейшем. Скорее всего, табакокурение, снижение табакокурения, это также серьезная возможность снизить как раз летальность от этих заболеваний, потому что снижение более адекватного питания, снижение холестерина, табакокурения, они влияют серьезно на сердечно-сосудистые заболевания. Также есть сложные очень программы контроля заболеваемости и профилактики онкозаболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые действительно повлияли на эту ситуацию. Именно поэтому справа избранные страны Европейского региона также показывают успех в этих стратегиях. Снижение холестерина и заболевания значимо удалось снизить, так же, как и онкозаболевания. Вот это как раз то, где мы находимся сейчас и куда мы движемся всеми мильными шагами. И так же мы эту тенденцию видим не только в странах Европейского региона, но и во многих других странах по всему миру. Если мы с вами посмотрим на цели на 2030, это цели устойчивого развития. И мы прежде всего хотим снизить смертность на одну треть от сердечно-сосудистых заболеваний и от онкозаболеваний. Вот давайте посмотрим на 11 стран Европейского региона с 2000 по 2016 год. Вот это значимое снижение, которое я уже демонстрировала, это приблизительно 1% в год во большинстве стран. И самое большое в Дании у нас, да, но там было высокое достаточно заболевание, поэтому и снижение значимо, вы видите, значимо выше. И вот этот последний круг – это, по большому счету, наши цели устойчивого развития на 2030. И вы, скорее всего, хорошо видите, что у большинства стран они, по большому счету, уже добрались до выполнения этих целей. И вот это самый большой успех – это Казахстан, это страны СНГ. С 2000 по 2016 год вы видите, что у них очень высокое было бремя и достаточно значимое снижение – это то, чего они добились. Вы видите, что во многих странах значимого снижения уже добились, и по большому счету они уже добились целей устойчивого развития 2030, такие как Туркменистан, но не в Армении, например, и не в Молдове. То есть вариабельность, опять-таки, очень серьезная, и надо сказать, что здесь у нас есть некий прогресс. Вот где мы находимся на данный момент. Я думаю, что я почти что закончил свое выступление. Вот это небольшой такой анализ или подведение итогов по времени сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. Но, по большому счету, за таким небольшим докладом стоит десятилетие работы. И я думаю, что у нас растет цифра населения, и я думаю, что мы увидим гораздо более высокую заболеваемость в странах европейского региона и также в странах с переходной экономикой. Экономика, я думаю, что они столкнутся с проблемой онкозаболеваемости и сердечно-сосудистых заболеваний в дальнейшем. И надо сказать, что оба заболевания, как сердечно-сосудистые, так и онкозаболевания, являются очень серьезной причиной преждевременной смерти среди населения. В странах возрастной группы 30-69 у нас большая вариабельность в профилях между разными странами европейского региона и странами СНГ. И в некоторых странах онкозаболевания являются основной причиной преждевременной смертности, а в некоторых странах как раз сердечно-сосудистые заболевания выходят на передовые позиции. И в странах СНГ, как я уже сказал, сердечно-сосудистые заболевания на данный момент превалируют, но это меняется, это меняется постепенно, это глобальная тенденция. И сердечно-сосудистые заболевания отходят на вторые позиции, уступая эту передовую позицию онкозаболеваниями. Я могу сказать, что в дальнейшем у нас будут тенденции в странах европейского региона, так скажем, в дальнейшем эта тенденция сохранится, но тем не менее есть вариабельность между разными странами. И с этим я хотела бы поблагодарить вас за ваше внимание и передать микрофон Антону, который будет дальше вести этот интереснейший форум, интереснейшее обсуждение вместе с аудиторией. Спасибо. 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 Спасибо.